Лучшее время. — Да, и в связи с этим хотелось бы спросить, вот, не знаю, согласитесь вы с моей точки зрения или нет, мне кажется, что всё-таки Первой мировой войне уделяется незаслуженно, мне кажется, мало внимания, на мой взгляд, да, потому что, ну, как-то в школе, по-моему, всё, что в памяти осталось, да, там, брусиловский прорыв так вот отложился, да, и мало чего ещё. Ну, может быть, я плохо учился просто, но ещё такое ощущение, что если бы не вот эта дата столетия, да, с момента начала Первой мировой войны, которая отмечается в этом году, летом, да, я так понимаю, будут масштабные события, то, в принципе, ну, и не всплыла бы эта тема в нашей памяти. Почему так происходит, как вы считаете? Смотрите, во-первых, я бы сказал бы так, Первая мировая война, она достаточно хорошо изучена на научном уровне, то есть в советское время выходило немало прекраснейших исследований, документальных публикаций, монографии, причём уровень некоторых публикаций, ну, достаточно очень-очень высок. Другое дело, если мы разделяем научный дискурс, науку и научное осмысление, то есть монографии, многотомники, учёные, конференции и им публичную память. С Первой мировой войны получилось так, что она была вытеснена из публичного пространства в советское время. Ну, во-первых, по той причине, то, что была гражданская война, была революция. Итоги далеко не подходят. Ну, смотрите, опять-таки, война была действительно масштабной, велика. 15 миллионов человек было призвано в армию. Но, опять-таки, они сражались за Россию, за царя. Приходят революционеры к власти, которые в это же время ввели антивоенную пропаганду, антивоенственную пропаганду, которые приложили руку к развалу армии в 1917 году. Соответственно, для них вот эти все идеалы, они были не нужны. Создавалась новая мифология, мифология Великого Октября. И Первая мировая война в публичном пространстве Советского Союза была не более чем катализатором вот этих объективных социально-политических противоречий, которые веками копились в России, которые вот привели объективно к торжеству социалистической революции. Затем, через 20 лет, 20-30 года прошли, опять-таки, Великая Отечественная война, все-таки более масштабная, еще более значимая, начинает создавать уже ее мифология. А Первой мировой войне забывают. Если в 20-30-е годы немало воспоминаний публикуются, немало исследований, вот именно боевых действий, то, что было интересно, то, что в РКК как раз-таки пытались изучить опыт неудачной войны. Его нужно было понять, почему проиграли. Было множество исследований. То уже после 1945 года изучить, то особо было, ну, неинтересно, то, что же была новая война, да, другая... Ну, нужно изучать опыт Великой Отечественной. Уже опыт Первой мировой, с военной точки зрения, он мало интересен. И, безусловно, мы должны понимать, все-таки время проходит, люди умирают, соответственно, и потомков не оставалось. В советское время многие боялись рассказывать, там, даже своим родным, детям, внукам о том, что там их дед-прадед, там, прапрадед воевал в Первой мировой, там было... А почему боялись? Ну, боялись репрессии, боялись принадлежности к царскому режиму. И я знаю немало семей, которые говорят, да, вот у меня воевал, вот мы очень... Особо нам в детстве не рассказывали, вот я, там, случайно нашла, там, во дворе дома, там, зарыты документы в плодотовое, потом уже, когда идеологический, вот, скажем так, прессинг ослабился, уже началось спрашивать, ну, уже ничего не осталось, там, бабушки, да, умерли, уже никто не может рассказать. Ну, собственно, вот нашли фотографию, вот, припрятали... Больше никакой информации нет, к сожалению, да. Ну, информация-то в архивах есть, но у них-то нету, а в архивах тоже, там, не так легко работать. Константин, скажите, пожалуйста, вот, если вернуться к работе именно вашего российского военно-исторического общества, вот, опять же, если вернуться к теме памятников, вот, которые были разрушены во время Первой мировой войны, вот, каким образом ваше общество участвует в восстановлении этих памятников, да, вот, занимаетесь ли вы воссозданием монументов, которые имели такое вот историческое дозначение? Скажем так, мы занимаемся созданием монументов, что в годы Первой мировой войны Россия был только один, памятник в 16-м году в Вязьме, ну, плюс различные захоронения. Потом уже не ставились в советское время памятники, понятно, по каким причинам, и, соответственно, сейчас на уровне вот этого символического пространства, на уровне коммеморации, на уровне монументальной пропаганды, Первая мировая война не была серьёзно представлена. Действительно, одно из основных направлений деятельности российского военно-исторического общества заключается в том, чтобы вписать Первую мировую войну, достойно вписать в историческую память современной России. Во-вторых, увековечить эту память, увековечить память о героях, о всех участниках. В данном случае речь идет не только о пропаганде, сколько вот таких простых человеческих вещах. Были люди, люди сражались, люди верили во что-то. Потом началась революция, людям, скажем так, сказали, ребят, вы сражались абсолютно не за то, вы ошибались, все ваши подвиги были не нужны, иди гуляй в вас. Было примерно так. То же самое, как сказали афганцам в 89-м году. Всё, спасибо, послужили, всё идите. Да, вот, кстати, аналогия напрашивается, потому что люди действительно воевали, были герои, были люди, которые заслуживают и памяти светлой, и о том, что о них говорили, и вспоминали. Но вот сами итоги, видимо, войны, да, или какая-то политическая составляющая, да, вот всё это списывают на нет, получается. Ну да, и политическая составляющая, и страх вспоминается, в некоторых случаях и нежелание вспоминать. Как сейчас афганцы не очень любят вспоминать о том, что они пережили. Точно так же и тогда. Но не хотели этого вспоминать, хотели вот на психологическом уровне абстрагироваться от того, что они пережили, потому что, действительно, эта война, нужно вот просто подчеркнуть с особенностью войны, это война первая в мире, это массовая война, где сражается массовая армия. 60% потерь это на артиллерии, то есть вы сидите в окопах. Причём это окоп, далеко не самое приятное место здесь сидеть, потому что всё-таки если зимует, то там вы можете по пояс в воде, в ледяной стоять, опять-таки в некоторых полках, например, по архивным документам даже лодки заказывали, чтобы по окопам плавать, то, что такое было, это ужасно. Вот, и ваши едят вши, вы там месяцами не моетесь, причём постоянно вас обсыпают снарядами противник. Бессловно, это невозможно передать просто словами то, что вы могли пережить в эту войну. Бессловно, люди пытались абстрагироваться, от этого забыть. Это нормально с точки зрения психологии. С точки зрения государства всё-таки, мне кажется... Ну и государства в том числе, советскому оно было не нужно. Здесь просто разные есть причины, почему вдруг память начинала исчезать. Здесь просто не нужно всё списывать именно на идеологию, потому что у нас сейчас мода как бы так. Но тем не менее, вот такие масштабы, да, как вот приобрела Первая мировая война, вот это как бы новые войны, которые начались в 20 веке уже, с применением и танков, и авиа... Ну, как, самолётов, да? Ну, биатр, да, да, серьёзные в таких уже войны техники. А пассивническое оружие было применено. Это вообще просто войны стали совсем другими. Да, безусловно, причём противника-то не видел друг друга зачастую, когда в оккупе сидел. Более того, опять-таки, воевала не профессиональная армия, воевал вооружённый народ. А простые гражданские люди, лица, которых просто мобилизовали, дали в руки винтовку, люди абсолютно с гражданским мышлением их посадили в окоп и сказали, дети, воюйте. Как можете, да. Да, ну, как можете, да. Радио «Наше Подмосковье». «Наше Подмосковье». «Лучшее время». В эфире программа «Лучшее время» на радиостанции «Наше Подмосковье». У нас сегодня в гостях ведущий специалист научного сектора Российского войны и исторического общества, Константин Пухолёк. Константин, ещё раз, здравствуйте. Здравствуйте. Вот давайте вернёмся к воссозданию монументов, к памятникам, о которых вы хотели нам рассказать, да, ещё не успели. Вот всё-таки во время Первой мировой войны они оказались разрушенными, да, и заброшенными. Ну и, собственно, вот сейчас, я так понимаю, что ваше общество активно занимается воссозданием этих памятников. Ну да, воссозданием и созданием. И созданием. Ключевой наш проект – это памятник героям Первой мировой войны, который будет открыт 1 августа 2014 года на Поклонной горе. Из других памятников – это памятник в Калининграде, он уже был открыт. Мы знаем, что Калининградская область – это единственный регион России, где шли в годы Первой мировой войны продолжительные боевые действия. Более того, памятник не будет в различных городах Российской Федерации, то есть не только столицы, мы же понимаем, что Россия не ограничивается столицей, и, безусловно, памятник… И слава богу, да. Это Псков, это Тул, это Волгоград. А, кстати, Севастополь и Крым. Ну, пусть Севастополь, я думаю, можно подумать в данном случае, потому что сейчас, например, есть такая история Григоров, он создаёт Крымскую книгу памяти по Первой мировой войне. Что касается других наших памятников и проектов, то, безусловно, при нашем содействии будет создан первый в России государственный музей Первой мировой войны в Ратных палатах в Санкт-Петербурге. А у нас, получается, нету, да, на сегодняшний день музея Первой мировой войны? Государственных музеев не было. В Калининградской области один историк, ну, краевед, Юновский, создавал свой небольшой частный музей Первой мировой войны, но государственных у нас не было. Это, безусловно, на мой взгляд, большой прогресс, потому что музей Первой мировой войны должен быть, учитывая то, что всё-таки Россия сыграла ключевую роль в Первой мировой войне, ну, давайте не будем… Нельзя, да, не отметить. Да, нельзя, нельзя. Более того, у нас есть и международные проекты, например, о восстановлении некрополя русских офицеров в Сербии, в Белграде, вот в очень скором времени в бане Луки будет открыт бюст Николая II, то, что у нас-то к нему отношение специфическое в России, а в Сербии, например, к Николаю II, как к императору, который заступился за Сербию, тогда отношение достаточно положительное. Более того, из того, что мы делаем по великовечению памяти Первой мировой, это, например, приведение в порядок братских захоронений. Да, кстати, которые, получается, за границей на сегодняшний день. Не только, не только в России, в Калининградской области более тысячи захоронений было до 1939 года, то есть их поддерживали вплоть до Второй мировой войны, потом они погибли, ну, были разрушены во время боевых действий, потом в советское время тоже считалось, что всё немецкое наследие надо уничтожать. Ситуация изменилась только в 90-х годах, когда появились энтузиасты, и в том числе сейчас мы с региональными властями собираемся обустроить стрит захоронения. Более того, сейчас из архивов выявили списки погибших под них. Это, причем, скажу, что два из них на поле губининского сражения. Это Первая победа русской армии в Первую мировую войну, причем не над австрийцами, а над немцами 20 августа 2014 года. То есть такое поле русской славы, кстати, находится в одной из Калининградской области. Более того, я отмечу то, что наша деятельность по памятникам тоже такой значимый аспект. Средства, например, на памятник на Поклонногоре, это народные средства, то есть это не государственные средства, это сбор пожертвований. Например, проводятся и благотворительные концерты, вот как анонс, 26 июня в Государственной консерватории Чайковского будет благотворительный концерт. Есть специальный сайт. Концерт героям Первой мировой войны, да, посвящается? Да. То есть как раз средства будут на память? Да, будут переданы на него, да. Причем различные организации уже передавали, тоже проводились благотворительные концерты, например, в Большом театре. Любой желающий может пожертвовать любую сумму, причем приятно отметить, что люди жертвуют, пускай там по 100-200 рублей, но когда это идет в большом порядке, мы обсуждали, что это совершенно ценные пожертвования в 100-200 рублей, несмотря на сумму, да, то, что людей волнует простых, да? Да, безусловно. Из такой деятельности, что бы еще хотелось бы отметить, на следующей неделе у нас будет крупная международная конференция в Калининграде, 26-28 июня. К этой конференции для всех участников мы сейчас издаем уже в печати, будет в понедельник сборник воспоминаний участников, причем отмечу, это воспоминания двух нижних чинов, участников один боев в Восточном Брусе, другой Брусиловского прорыва 16-го года, и третий – это дневник прапочка военного времени. Все эти документы были переданы потомками, хранителями этих документов в Российское военно-историческое общество, то есть это, как, можно сказать, работа с гражданами, то, что нам присылают, говорят, вот у нас неожиданно нашлось, вот по столетию можно ли с ними что-то сделать. Причем, более того, что интересно, у нас в России вот мемуарная литература, она есть, но ее в основном писали либо офицеры, причем кадровые офицеры, либо представители интеллигенции, ушедшие на фронт, то есть воспоминаний именно нижних чинов из крестьян, их не так много. То есть вот, а по сути-то, война-то массово, основной участник крестьянин, и вот его взгляд, его голос в общей симфонии памяти, в общем пространстве мемуарной литературы, он не представлен. На мой взгляд, подобная публикация весьма интересная имеет значение, чтобы представить, а как те же крестьяне воспринимали вот эту войну, как они ее вообще описывали в своем участии. А вы ознакомились вообще просто, интересно даже, как они ее воспринимали, и какое настроение было в начале войны, которое под конец? Ну, скажем так, под начало войны все-таки был патриотический подъем, но понятное дело, что... Ну, обычно, да. Ну, это всегда, в общем-то, в начале войны всегда такой подъем патриотический. Да, но, как они говорят, ну как, ему приказали воевать, вот есть такая повинность перед государством, он идет. Например, за царя, за Россию, за славян. Ну, может, не всегда особо понимая, что это обозначает, это все более высокие смыслы, потому что даже тот же крестьянин, которого мы опубликуем, там Симаков его... Ну, по сути, это воспоминание, через год после участия боев написано, ну, почти что дневники по, скажем так, по свежим следам. Там обычно все описано, как вот пошли туда, пошли сюда, здесь сражения, то есть... По делу, то есть. Ну да, все по делу, но он не выходит на какие-то более широкие размышления, он не знает более широкого контекста, он не задумывается над ним. Что касается вообще восприятия войны, то, откровенно говоря, здесь вот недавно вышла хорошая книга у Александра Борисовича Асташова, как раз-таки в издательстве «Новый хронограф». Там она говорит о том, что неверно говорить, будто бы в 2014 году пойдем, а к 2017 году происходит упадок. Есть взаимосвязь между волнами призыва, соответственно, когда там... И есть еще некий, он отмечал сезонную взаимосвязь, когда весной отмечается всегда подъем патриотических настроений. Осенью, наоборот, он спадает. То же самое, например, под Брусиловский прорыв весной, например, 2016 года был отмечен подъем патриотических настроений в армию, потому что все-таки новые молодые пришли, которые с чувствами, вот вы не смогли, в 2015 году ничего сделать, отступили, а вот мы сейчас сможем, мы сейчас победим. Но потом, что в ноябре, 16-м год, конечно, все это... Константин, скажите, пожалуйста, насколько мне известно, вот сейчас готовится к выпуску хрестоматия Первая мировая война в русской классике. Вот вам что-нибудь известно об этом? Собственно, вот когда она будет готова, да, и повлияло ли как-то ваше общество, и вообще принимало ли ваше общество российское военное историческое общество вот к выпуску этой хрестоматии? Ну, скажем так, данный проект реализуется не нами, ага, вот так вот, да. Да, по камере меня лично ничего не известно по поводу хрестоматии классиков, но то, что... Она готовится к выпуску, это есть, да? Да, и, по-моему, сейчас очень много чего готовится к выпуску. Просто я вот так вспоминаю, про гражданскую войну произведение вот в школьной программе есть, да, и очень много. Ну, по Первой мировой, Гумилёв, Катаев, тот же самый, Арсений Несмелов. Это в школьной программе разве? Ну, кстати, Катаев... Гумилёв мы проходили, конечно, не так, глубоко, чтобы прям... Ну, Катаев, кстати, по камере даже видел методические материалы к уроку по Катаеву, как Первая мировая война у него освещена. Ну, вообще немало, да, классических произведений? Да, немало классических произведений, таких популярных, например, можно вспомнить, Пикуля, не очень серьезно, конечно, с точки зрения научной, научного содержания работы, но вот это его роман «Честь имею». Ну, например, скажем так, очень многие, кто, прочитав его, начинают интересоваться вот этим периодом тоже. В Первой мировой войне вообще-то очень многие, скажем так, поэты, писатели уходили на фронт, скажем так, под влиянием патриотического подъема. Ну, тот же Гумилёв самый известный, самый известный представитель. Некоторые, наоборот, боялись. Тот же Есенин, наоборот, забежал в лазарет, а Северянин заявил то, что не место поэтам быть на войне, за что его подвергли общественной обструкции. То есть, когда он в ноябре 2014 года написал стихотворение, еще не значит быть изменником, быть радостным молодым и так далее, то, что, ну, зачем мне здесь на эту войну идти? Да, в принципе, ну, зачем мне это надо? Там было на него более сотни гневных откликов. То, что общественное мнение в 2014 году не могло простить подобные позиции, что, значит, вы против войны, вы против того, чтобы защищать Родину. А вот хотелось бы еще вернуться к научной конференции. Вы сказали, она пройдет в Калининграде, да, на следующей неделе, 26-28 июня. Насколько мне известно, конференция, это организовано вашим российским военно-историческим обществом и Министерством культуры Российской Федерации. Вот что вы будете обсуждать на этой конференции? На этой конференции мы будем обсуждать достаточно широкий круг вопросов. Это и политический аспект, это и социальный, это и вопросы культуры, это и региональный аспект. Например, приедет Николай Дмитриевич Постников, московский историк, чей прадед был героем Гумбининского сражения, то есть, поле Гумбинина, это же Калининградская область, ныне город Гусев. Его прадед героически сражался, потом в других боях тоже в Восточной Пруссии вывел батальон из окружения, получил георгийское оружие. Сейчас Николай Дмитриевич написал книжку о своем прадеде, изданном в издательстве Вечи. Соответственно, более того, у нас будет круглый стол для представителей общественности и со всей России и других стран, которые занимаются практически возрождением памяти. То есть, они не профессиональные историки, но они те, кто пытается память, грубо говоря, донести до масс. Сейчас прижаемся буквально на несколько секунд и продолжим. В эфире радио «Наше Подмосковье». Мы остановились на том, что есть люди, которые пытаются какую-то свою лепту внести по меру возможности в память о Первой мировой войне. Войне вообще сто лет, это же большой период времени. Мама уже по крупицам, получается, собирает. Ну, не могу сказать, что по крупицам, потому что все-таки документальных источников осталось немало с того периода. Это все-таки не 17-й, не 16-й век. Плюс, с исторической точки зрения, сто лет это не такой уж такой большой срок. Хотя с точки зрения, конечно, общественности. Если уж так посмотреть, две революции, по сути, революционность 17-й, потом 91-й, конечно, сто лет назад была абсолютно другая Россия. Но люди работают. Вот, например, вот я говорил про Григорова, который он первый создал, сначала Рязанскую книгу памяти, сейчас сделала это Воронежскую книгу памяти и Крымскую. Есть, например, такое... А книга памяти, это просто перечисление именов? Ну, где сражался, да, где погиб, да, да. Ну, как есть книги памяти по Великой Отечественной войне, вот они делают по первой. Есть, например, Алексеев, он обработал базу данных по нижним чинам и вывесил ее в интернет. А, то есть есть такая база, да? Ну, она не полная, конечно, там... Не сранит, да, то, что по поводу Второй войны? Он из открытых источников, а что касается баз данных, то сейчас ряд списков по камере погибших достали мы, а в настоящее время Минобороны реализуют как раз-таки проект по цифровке картотеки, который находится в Елатуровске, это подразделение Государственного военно-исторического архива, это картотека с 7 миллионов карточек на раненых и пропавших без вести. То есть достаточно масштабные проекты, все будет оцифровано и все будет находиться в интернете. В настоящее время Соединение Российского военно-исторического общества, если же мы заговорили по поводу поисков крупиц памяти, инициировало проект Народный архив. У нас есть сайт Народный архив, где мы хотим собрать, сделать такой клич, чтобы те, у кого есть какие-то там открытки, может, одна открытка, письмо, сохранившиеся связанные с Первой мировой войной, они присылали. Безусловно, можно присылать к нам Российское военно-историческое общество, если у вас есть какие-то материалы, например, прадед служил, вам там известно буквально, может, ничего, или есть, сохранилась одна фотография, пожалуйста, это все в любом случае ценно и, безусловно... То есть все, что есть по поводу Первой мировой войны, на ваш сайт, да, лучше обращаться? Да, можем наше общество, у нас сейчас реализуется этот проект Народный архив Первой мировой войны, когда мы хотим вот все, что сохранилось в семейных архивах, сделать достоянием общественности. На мой взгляд, это... То есть и призвать общественности, и, соответственно... Ну да, потому что нам присылают материалы, вот эта книга, о которой я говорил, воспоминания, вот это тоже как один из результатов работы с гражданами, когда нам обращаются, говорят, помогите опубликовать. Нам приходят, начитаем, да, замечательные источники, да, это, безусловно, важно, это нужно почему бы не поддержать, когда есть, например, возможность конференции, конференции издать, как раз таки раздать всем участникам бесплатно по экземпляру. Сразу, ну, большая часть целевой аудитории уже захвачена. Да, да. Ну и получается, в общем-то, на ваш сайт... Ну, у вас на сайте, я так понимаю, есть координаты, куда можно прислать, да, посмотрите, пожалуйста, значит, заходите на сайт Российского военно-исторического общества, и это будет такой народный архив, он будет общедоступен, да, для всех. Да, абсолютно для всех. Любой заходит, любой может прислать, поделиться. Абсолютно спокойно, да. Ну, тем более... Ну что ж, да, на этом, наверное, уже будем завершать, у нас время подходит к концу. Напомню, что у нас в гостях был ведущий специалист научного сектора Российского военно-исторического общества Константин Апохолюк. Говорили мы о возрождении памяти о Первой мировой войне. Ну, если у нас есть все-таки минутка, как вы вообще считаете, ощущаете, это временный такой подъем интереса со стороны граждан и со стороны государства к Первой мировой войне в связи со столетием ее начала, или все-таки продолжим в том же теме? Ну, безусловно, юбилей имеет свое значение, все-таки сознание в России юбилея, но для Российского военно-исторического общества темой Первой мировой войны является постоянной, то есть она является не только юбилейной. Более того, могу сказать, есть немало, ну, относительно немало людей, которые будут заниматься этой темой и после столетия, которые занимались и до, и цинули это в 90-е, в 2000-е, и будет и далее. Более того, все-таки столица-то не только 14-й год, и 15-й, тоже памятная дата, тот же Совет с атакой мертвецов, 16-й год, Брусиловский прорыв. А в этот промежуток, даже между этими датами было много интересных событий, которых мы думали, чтобы их увековечить. Ну что ж, да, я думаю, этим годом действительно мы не ограничимся. Будем надеяться, да. Будем вспоминать, узнавать, и благодаря вашему обществу меньше белых пятен останется в истории Первой мировой войны. Спасибо вам большое. Спасибо, и до встречи.